В эфире «Северный город». С вами Анастасия Матвеева. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем. Как наша делегация успешно защитила в Москве проект развития моногорода. Ровно через месяц впервые состоится фестиваль талантливой молодежи города. Удивить жюри можно всем, к чему лежит душа, и тянутся руки и сердце. Устилимск присоединился ко всероссийской акции «Большой этнографический диктант». В нем уже пожелало участвовать около сотни горожан. Миховая компания «Белка» снова устилимский. На прошедшем в минувший вторник еженедельном планерном заседании в администрации города главным героем стал вернувшийся из Москвы первый заместитель мэра Устилимска Сергей Клименок. Буквально за три дня до этого он вместе с коллегами из администрации, городской думы и представителями бизнес-сообщества защитили сразу несколько проектов по развитию нашего города. Это сулит в ближайшем будущем многомиллиардные вложения федерального центра в инфраструктуру и промышленность. Несколько месяцев назад по заказу Фонда развития моногородов Российская Академия Народного Хозяйства при президенте Российской Федерации разработала образовательную программу обучения команд управляющих проектами развития моногородов. Делегация от нашего города постигала новейшие премудрости в области управления с 1 августа по середину октября. В качестве экзамена требовалось разработать и защитить программу развития и избавления города от монозависимости. Такая программа развития города была подготовлена. В нее вошли четыре якорных проекта, которые были презентованы, защищены. Значит, коротенько это вернулись и проработали создание завода УЗБИ. Значит, второй проект это производство бумаги и картона из химико-термомеханической массы. Такой проект есть. Тоже все проекты живые, повторяю, и адаптированные к экономике нашего города. Третий это производство древесного угля. И четвертый проект нескольких нового рода это умный город. Это вот на базе площадки Нранхикса были с подачи специалистов проработаны вот те начинания, которые в виде безопасного города, где наблюдения реализованы, рекомендованы. И было сделано расширение этого проекта до нового города. То есть это как бы не просто, чтобы было понятно видеонаблюдение, фиксать от чего-то. Это уже проект, который автоматизирует процесс управления в городе. Проект нашей делегации отмечен специальным знаком как один из лучших. По задумке организаторов, таковые и будут воплощаться в жизнь. Для этого в федеральном и областном бюджетах, а также различных фондах предусмотрены немалые средства. В соратнике Сергея Клеменка по поездке в Первопрестольную, а это заммэра по экономике и финансам Александр Хворостинин, депутат городской думы Сергей Капкан и другие, становятся главными добытчиками города. Команда никуда не распускается, а переходит от теоретических вопросов к практическим решениям. Что предстоит сделать в дальнейшем направлении? Нам предстоит для реализации этих проектов и прочих других эту работу систематизировать. Есть такое понятие проектный офис. Оно не только муниципального уровня, оно в связке с областным. И в том числе основной задачей проектного офиса является реализация таких проектов. Потому что они чисто бюджетные, как мы в основном работаем с бюджетом. Это уже проекты, которые включают и предпринимательство, и инвестиции, и фонды, и так далее. Поэтому наша задача на муниципальном уровне такой проектный офис организовать. Вот как это делается, какие регламенты, порядок, это мы все имеем информацию. На уровне области начинание положено. И вот в этом заключается дальнейшая работа, в том числе и команда. Она никуда не распадается. Максим Сизых, Александр Килин. Информационная программа «Северный город». Очередной пожар произошел 16 октября в Устилимске. На этот раз по улице Интернационалистов. Около пяти часов вечера по телефону 01 сообщили, что из окна одной из пятиэтажек валит густой дым. Уже через несколько минут на место прибыло несколько экипажей огнеборцев. Пока одни приставляли выдвижную лестницу к окну четвертого этажа, из которого уже вырывались языки пламени. Другие эвакуировали 19 соседей из задымленного подъезда и обесточили дом. К счастью, в результате происшествия ни хозяин жилища, ни кто другой не пострадал. Даже в соседней комнате теоретически можно жить, если принюхаться к сильному запаху гари. Сказать что-либо о причине возгорания пожарные эксперты пока не берутся. 18 ноября лучшая молодежь Устилимска соберется в Камок. Под таким названием впервые в нашем городе пройдет фестиваль талантливой молодежи. Отбор участников уже начался. На первом отборочном туре, который состоялся в минувший понедельник, побывала и наша съемочная группа. В главном зале Дворца культуры Наимушина десятки молодых людей с волнением ожидают свои очереди. Некоторые взяли в руки музыкальные инструменты или решили спеть в первый раз, специально для фестиваля. Бешено так, где бьется сердце твоё, отпуская и в небо улетает шелтыми листьями. 18 ноября в 15.00 начнется выставка молодежных и подростковых объединений города Устилимска. Задача показать, чем живет молодежь города Устилимска, куда можно пойти в свободное время, куда приложить свои таланты, желание помочь городу, желание помочь сделать добрые дела животным, людям и так далее. Поэтому сначала будет выставка с 3 часов, а в 18.00 концерт. И вот сегодня мы как раз знакомимся с первой партией участников, которые смогли сегодня приехать и показать свои таланты. Пока записаны 12 номеров, песни, стихотворения, гимнастический этюд, неон-шоу и фокусы. Посмотрим, что еще ждет нас впереди. Вот этот молодой человек утверждает, что для него главное не победа, а возможность исполнить песню на слова, написанные его учителем. Песня прославляет красоты и богатства нашей области, мужество и доброту людей. Номер у нас будет трио. Мы поем песню о нашей Иркутской области, о наших богатствах, о озере Байкал. А эта юная исполнительница считает, что грех не участвовать в мероприятиях, придуманных специально для молодежи. А почему я решила сюда прийти? Потому что в наше время молодежь очень много жалуется, что ничего не делается для города, для развития молодежи, ничего нового не открывается. Но для того, чтобы о тебе узнали, тебя услышали, достаточно просто обратиться в замечательную организацию управления физической культурой. И тебе сразу найдут тысячу решений, как себя проявить и показать. Поэтому я, собственно, здесь, меня пригласили. И я очень надеюсь, что пройду на основной концерт. Торжественная часть концерта предполагает включение в программу также награждения талантливой молодежи города Устилимска. Будут вручаться благодарственные письма мэра города Устилимска, а также структурных подразделений. По линии управления образованием, управления культурой, управления физической культурой, спорта и молодежной политики, социальной защиты населения, здравоохранения. Потому что молодежь одна учится в школе, вторая уже студенты, а третья – это работающая молодежь. И нам хочется увидеть весь спектр яркой молодежи города Устилимска от ученической до работающей. Максим Сизых, Александр Килин. Информационная программа «Северный город». Чем хуже, тем лучше. По таким девизам общественная организация «Общероссийский народный фронт» решила провести выставку фотографий самых плохих дорог. Принять в ней участие приглашаются молодые фотографы и фотолюбители. Самые красочные работы попадут на фото-выставку. На конкурс принимаются фотографии, изображающие большие ямы, колдобины на дорогах или же угодившие в них колесом машины, а также необычные нарушения и подходы к ремонту дорог. Выбор сюжета ограничивается только воображением участников. Обязательные условия для конкурсантов состоят в одной из групп проекта Народного фронта в социальных сетях. Координатор проекта депутат Госдумы Александр Васильев рассказал, что фотографии можно размещать до середины следующего месяца. Информация о победителях появится в конце ноября на страницах социальных сетей. В Иркутской области земли, учтенные в Государственном лесном реестре, оказались больше, чем вся территория области. В регионе выявлены противоречия двух государственных реестров – Единого государственного реестра недвижимости и Государственного лесного реестра. Так, один и тот же земельный участок может относиться и к сельхозземлям, и к лесному фонду одновременно. При этом решение вопроса через суд может длиться годами и не привести к признанию приоритета сведений реестра недвижимости. Вступившие на днях поправки в соответствующие законы защищают в первую очередь недвижимость граждан – индивидуальные жилые дома, сады, дачи и огороды. Отныне, если лесной реестр относит участок к категории земель лесного фонда, а единый госреестр и документы к иной категории земель, приоритет остается за реестром недвижимости. Второй год, накануне Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, по всей стране проводится большой этнографический диктант. В нем предлагается ответить на вопросы об особенностях быта, культуры и истории разных народов, населяющих Российскую Федерацию. В прошлом году в мероприятии приняли участие десятки тысяч человек. В этом году в Приангаре провели большую организационную работу и присоединились к акции. Проверить свою грамотность могут и устилимцы. В помощь при подготовке шесть городских библиотек открыли свои двери для всех желающих. Участникам прошлогоднего диктанта предстояло ответить всего на 30 вроде бы несложных вопросов. Но и этого хватило, чтобы добровольцы осознали, насколько поверхностные шаблоны их познания о тех, кто живет по соседству. К примеру, бедных евреев посадили на хлеб и воду, потому что почти никто не смог припомнить ни одного национального блюда, кроме знаменитой мацы. В акции участвовали в основном старшеклассники, студенты гуманитарных вузов, а также депутаты разных уровней из центральных районов страны. Не было у нас региональной площадки. То есть ни мы, ни, соответственно, областная библиотека имени Молчанова Сибирского участия в этом не принимала. То есть эти два, сейчас этот первый год, он был такой пробанный, я так понимаю. Средняя полоса России принимала в этом участие. Участником может стать любой желающий, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Ограничения почему-то касаются лишь детей младше 15 лет. Добровольцам нужно зарегистрироваться на официальном сайте этнографического диктанта до 30 октября. Не исключено, что в будущем он станет обязателем для депутатов всех мастей и чиновников, а его результаты будут учитываться при поступлении в вузы. Я подозреваю так, что людям профессий естественных это в первую очередь большой плюс. Поскольку это все только набирает обороты, не исключено, что через год или через два мы с вами услышим о том, что все это будет иметь значение при поступлении в тот же вуз. Почему нет? Это все зависит от вуза. Ну, а если смотреть в широком смысле, любому из нас это необходимо, потому что мы живем в одной стране. Мероприятие курирует Федеральное агентство по делам национальности, региональное министерство культуры, а также образование. Главными за подготовку участников и проведение диктанта в Устилимске назначены библиотекари. Хранители знаний и мудрости признаются, что изучая прошлогодние вопросы, смогли ответить не более чем на треть из них. Столько нюансов скрывается даже в повседневных мелочах тех, кто живет по соседству. Библиотекари призывают не переоценивать свои силы, а как следует подготовиться. Обещают, что будет весело и познавательно. Библиотеки в помощь горожанам для подготовки к диктанту предлагают дни информации. Дни информации будут проходить в библиотеках включительно до 30 октября. Сотрудники библиотек будут консультировать горожан, предлагать литературу и, конечно же, информационное обеспечение. Мы желаем вам успешной подготовки к диктанту и также успешного в нем участия. Тема межкультурного общения и жизни коренных народностей Севера с началом учебного года стала основной на мероприятиях для школьников. Так, пару недель назад работники Левобережной библиотеки «Родничок» поставили для детей целый спектакль о жизни и нравах одного из старейших народов Сибири и Венков. Что за красная лиса в норе привязана? Ну никак убежать не может. Что за нора такая и красная там лиса? Что на поле? Ну, вы думаете. В Центральной детской библиотеке «Первоцвет» подготовили экспозицию не хуже музейной. И вот у нас здесь открывается и с помощью ухвата, вот у нас такой вот ухват, вот и с помощью вот этого ухвата из печи вытаскивали горшок. Летом нам сделали вот такой подарок. Это ученики восьмой школы. Это было объединение именно прикладного творчества. Тема – краеведение. И называется вот эта вся экспозиция «Креативная ель». Здесь три ступени. На каждой изображены самые, наверное, известные народы, которые населяют нашу огромную Иркутскую область. В самом низу – это, конечно, буряты, которых больше всего – это 80 тысяч. Средние – это венки или еще их, ну, по-старому, да, или традиционное их название – тонкусы. Их всего 1272 человека. И меньше всего – это у нас, конечно, тафаларов – всего 678 человек. Собственно говоря, вот все это здесь указано. Видите, сделаны красивые сами фигуры этих жителей, жилища. Ирина Яковлева, Максим Сизых и Александр Килин. Информационная программа «Северный город». В преддверии нового сезона одна из крупнейших российских меховых компаний «Белка» города Киров предлагает огромный выбор шуб, головных уборов, дубленок, меховых жилетов. Подробности в сюжете. Купить шубу на меховой выставке выгодно, если вы уверены в производителе. Как минимум все выставочные изделия должны быть чипированы. А ассортимент богатым на новинки и разнообразие меха. Среди тысячи моделей внимание стоит остановить на самых теплых. В предстоящем сезоне возвращается мода на пышнину, лисицу и песец. Практичный жакет-трансформер со съемными рукавами можно считать как зимним, так и демисезонным вариантом. На западе России особенно популярен мех «Бобра» и «Каракуль». Это одно из самых теплых, носких и экономных вариантов. Шуба обойдется покупателю не дороже 60 тысяч рублей. Модницы к таким моделям пока только присматриваются. Качественную норку видно сразу. Это густой подпушок, блестящий ворс и отсутствие у меха заломов. По словам продавцов, покупательницы обращают все больше внимания на светлые модели. При правильном уходе ворс не желтеет. Актуальный сапфировый оттенок считается более практичным, чем молочный или снежно-белый. Еще один показатель качественного фабричного пошива – количество шуб на выставке. Чем их больше, тем провереннее лекала и шире размерный ряд. Если вы купили шубу без капюшона, то подобрать головной убор можно прямо на выставке меховой компании «Белка», которая работает с 21 по 23 октября в ГДК «Дружба», 24-25 в ДК имени Наймушина с 10 утра до 7 вечера. На этой минуте у нас все. Я и мои коллеги прощаемся с вами. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»